Ну, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня, греша. Номер 430, события дня. 2 Коринфянам 3,17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. 14 февраля 2017 год. Ну, вчера я выставил, ну, второй раз уже сегодня, что у нас батюшка заболел. Так, отца Акима увезли в больницу, сделали ночью операцию, аппендицит. С 12.02 на 13.02, 17-го года. Дмитрий Сыр. Будем молиться, Игнатий Тихонович. Отец Наум Борщаков, Грузия. Отец, твои ответы на вопросы из Писания зажигают. Это руководство к действию. Господи, помоги отцу Акиму. Фильм вечером посмотрю. За все благодарен тебе, отец. Фильм, вот этот фильм, который я в конце покажу его. О том, что не надо оружие в руки брать. Поставили, адвентисты седьмого дня, американский фильм. Как человека в армию брали. Он не пошел. Советские сразу бы его расстреляли. Даже сразу, перед строем при том. Здесь нет, оставили его. Его домой списывали. Или в тюрьму. Никуда не пойду, я хочу спасать людей. Ну, медикам. И как он спасал людей? Смотреть без слез нельзя. Да, он адвентист. Здесь другое дело. Я даже за его, за умершего помолился бы. Дальше. Михаил Кальмаев. Сообщу Нине Ивановне, будем молиться за батюшку. Как можем. Игнатий Тихонович, передайте поклон от нас отцу Иакиму. Игнатий Лапкин. И я благодарен тебе, дорогой наш отец Наум, что тогда заехал ты ко мне. Когда заехал, ну, заехал, часа полтора побыл. А его привезли в Баптисту. Он у Баптистов там уже был. Еврей. Наум Израилевич. Но если бы не заехал, ничего бы не было. От меня он вышел уже полностью православный. Там, может быть, полтора-три часа больше не было. И наше пребывание у вас, иногда вовсе так, мимолетом, когда мы проезжали в далекие страны с миссией Христа, было благословенным, благословенной Грузией среди твоих чад. История рассказана Иакимом Парром. Записана Иаковом по памяти. Когда-то я служил в большом храме в Америке, где службу вел один старый русский священник. И всегда на русском языке. Во-первых, это в Америке, заметьте. Старый русский священник всегда на русском языке. Вот это хорошо держите в памяти. И однажды я заметил, что на каждую его службу приходит один афроамериканец. Что очень и очень необычно для русских православных служб. То есть он заметил. И притом не на все службы, а когда служит этот батюшка, русский священник, старый и на русском языке. Но интересно было не только это. Всю службу он стоял в храме у входа и плакал. Ну много ли таких найдешь? Афроамериканец и стоял и плакал. Слезы текли по его лицу. Он не крестился, не прикладывался к иконам, не ходил по храму, не причащался, не исповедовался. Просто стоял молча, следил за священником и плакал. Я видел его каждую службу. И каждый раз его поведение было одинаково. Я был потрясен. Однажды я увидел, что после службы он с кем-то говорит по-английски. Я подошел к нему. Здравствуйте. Вы православный? Спросил его. Нет. Вы из России? Нет, я американец. Наверное, вы знаете русский язык или учите его? Нет. Простите. Может, тогда у вас что-нибудь случилось? Нет. Нет, у меня все очень хорошо. Еще раз простите, но я вижу, у вас тут каждую службу, вы плачете. И тогда он ответил. Вы знаете, я не знаю ничего об этом храме, ничего о службе, не знаю ничего об этих иконах, ничего не понимаю из того, что тут происходит. Но когда я слушаю этого священника, я чувствую, что он разговаривает с Богом. Я не понимаю о чем, но я точно знаю, что Бог ему отвечает. Вот понимаете, что положено. Ни одного слова не понимает. Но он понимает. Вот понимает. Я дорогой еду с магнитофоном, включил записанное проповеди, радиопроповеди Ярла Николаевича Пейсти. Такой солидный, высокий мужчина, среди слушателей сидел, он говорит, я не верю. Но вот то, что он верит, который говорит, в это я верю. Без веры таких не бывает речей. А это простоял, пошел, ничего нигде не осталось. То есть у тебя везде и всюду должно быть какое-то веяние Духа Божия в тебе коснулось. Не просто безразлично отошел. Как-то занятия я вел в университете. Со мной тоже идет мужчина, на голову выше меня, и говорит, вот я уже не первое занятие у вас пришел. Ну и теперь я поверил. Ну в душе это все равно мне приятно, что человек новый верил. А он и говорит, я поверил в то, что я неверующий. Вот это я ему доказал. Думаю, я так ахал. Думаю, чему же я его научил-то, если он стал неверующим. Он говорит, я думал, что то, что я хожу в храм, это все, оказывается, еще и Библия есть. И оказывается, за меня Христос умер, а я не знал. И я теперь со всех сторон, что вы говорите, проверил, да я совсем не верующий. Я не крещеный, не верю священному писанию, живу блудно. Ничего мне этого не говорили. Я только деньги заплатил ладошкой по мокрой голове. И я понял, то, что вот этот человек сказал, это все. Я такого никогда и нигде не видел. И это переворачивает мою душу. И я хочу научиться так же. А чему научиться так же? Служить, чтобы другие это видели. Юрий Соболев, мир вам, Игнатий Тихонович. Посмотрел еще раз вашу беседу с пятидесятником. Вспомнился и утвердился в памяти ваш рассказ о том, как участвовать в техникуме, вы спросили преподавателей. А когда нас будут учить общаться с людьми? Заметьте, вот сколько курсов, и никто не спрашивает. Ну техникум, мы же учимся. Все записываем, какие канаты, какие краны. Ну, такое насыщенное было. А я все время жду, ну когда я выйду. Другим буду говорить, как общаться с людьми-то? Я деревенский, я ничего не знаю-то. А, говорит, этого нету. Как? Ну и в мусульмане, вот девчонка самая маленькая показывает, она учится, именно учится, как быть женой. У нас вообще не учат нигде. А где? Ни парня не учат, каким должен быть. Ну и всего, в темноте нащупаешь еще надо. Да нельзя же так по-скотски жить. Течка началась, значит, кобель заскочил. Именно вот это, когда общаться с людьми, я поднял руку и задал. Не говорит, а этому не учат. Да как, как я буду общаться? Я вообще не знаю как. Я общаться знал, как с пташками. Я птиц любил. Я на всей степи знал, где чьи гнезда находятся, с животными, с сусликами. Это моя среда обитания. Но как с людьми, чужих людей, я просто боялся. Боялся разговаривать. Отец с кем-то разговаривает, а мы стоим рядом за него, спрячемся, вот так выглядываем. Человек в чужую опасность. Мы видели, как пьяные, как они дерутся, как убивают. Мы все это видели. Они для нас страшные эти люди были. А мне с ними работать день и ночь. А Господь не просто послал, а послал меня в строго режимный лагерь работать прорабом. Я на ходу все это брал. Как это? Не знаю. В глазах людей-то кем я был? Своей-то рукой я ничего не делал. Ужас один. Так вот, эту науку вы знаете блестяще. В которой заключены и ваше воспитание, и мудрость житейская, и громадный опыт общения с людьми, и, конечно, благословение Божие. Вот я сижу, у меня близкие отношения были с проректором по учебной части Алтайского государственного технического университета, в котором 21 тысяча студентов. Из 18 стран учатся здесь люди. У нас очень близкие отношения. Семкин Борис Васильевич. Академик, профессор. И мне, который я там знал, главный редактор их, и говорит, это самый умный профессор. Настолько тысяч, их там много, профессоров. Ну, я это увидел. Он приходил к нам в общине, был, фотография сохранилась где-то. Очень умный. И вот мать одна приходит, ходатайствует за сына. Что он бросил там, что-то так не делали, исключили, чтобы приняли. А я сижу рядом. Ну, и когда он эти дела уладил, я говорю, Борис Васильевич, разрешите мне сегодня у вас побыть до обеда здесь. А что вы тут будете делать? Ну, он же людьми занимается, а там в очереди приемные еще стоят. Мне хочется поучиться у вас, как вы с людьми обращаетесь. Он так, вы у меня, да это мне надо у вас учиться. Ничего себе. Почему? А он был на занятиях у нас, приходил и видел, как здесь, как здесь я обращаюсь. А я это и не знал за собой. Приходит ректор. И в Сигнеев Владимир Васильевич. И вышел и сразу, а что это у вас за люди? Ну, отовсюду, я говорю, краевая администрация приходит, студенты, милиция тут сидят, и из КГБ тут сидят, ФСБ. Лица-то у людей как светятся. А у него столько студентов. Он же видит. Я говорю, как? Так вы не видите этого. Я нормальный, привык. Вот как. Людям это открыто. Мы сидим, ведем занятия здесь под деревом. В это время открывается калитка, заходит директор красного магазина, один из самых крупных магазинов здесь сегодня был бы, Исаев. Только зашел, в дверях остановился, в калитке. О, а что это за место такое? Я договорился о встрече. Он пришел. Я брал некондиционный товар у них бесплатно для лагеря для детей. Я говорю, а что? Какая у вас аура здесь, в дверях. Я говорю, какая? Светлая, чистая. Буквально во дворе все сияет у вас. Я говорю, ничего этого не вижу. На каком он уровне говорил, на каком тот и другой, но отрицать этого нельзя. Мы занимаемся писанием. Рядом дети, в послушании ходят, братское общение. И людям, мы привыкли, мы плывем в этом. А которые ничего не знают, они там сидят, промывают косточки. Они не были, они привыкли, вот, речисты, там, протоиерей, говорит, а, я гляжу, он говорит, а тут кого-то причащает, или что, народ выходит, заходит, он никого не видит, он как петух на нас есть и поет, и все. А там, говорит, прокукарекал хоть век не святая, у нас этого нет. Самое маленькое движение на замещании. Семь минут до службы должны зайти углубиться в молитву. Никаких движений. Кто-то до порога не дошел, полметра, сразу руками все остановились, он в коридоре морется. В притворе. Как только батюшка отворил царские врата, все, мы там, мы молимся о батюшке, о благодарении неделю. Вы где-нибудь это встречали? Нигде. Повторяю, нигде. В мировой практике за 2000 лет. А почему у вас есть, надо быть религиозно-талантливым? Я нахожу это везде. Ну, о том, что до службы, вот так, когда молятся, где видели? Я видел, это в Венствовсе у баптистов. Я моряк, я приехал, мне скорее надо зайти, а он в дверях стоит, дверь закрыта. Это совсем, так, минутку. Там сейчас подготовка идет, молятся все. И как только последний аминь, он двери открыл, заходить. Я не сам придумываю. Вот изучать, у нас занятие лучше, в третьем томе написано, там, пособие по изучению Евангелия от Марка. Как образовать общины. Это так умно сказано. Да не мое это. Счастье я взял от того, что на это место указал Ярн Николаевич Пести. А у того учитель был Николаи. Что-то за фамилия такая. Николаи. А это от него откуда-то исходит. Я все переписал, ну, переформатировал в православное сознание, как это будет. Он не говорит о цветах там где-то. Я вот это вставил туда. Это не мое. А вот как с людьми обращаться, 24 категории, это вы все сами. Нет, я даже не помню, где это взял. Взял там на 4 категории. Когда я стал дальше смотреть, я увидел больше. То есть у меня самостоятельное изобретение, ни одного нет у меня. Жизнь прожил, ничего не изобрел. Ничего. Мне не дано. Но я беру то, что есть и проверяю. Проверяю. И вот тогда. А слово религиозно-талантливым, это я Андрея Кураева взял. А это где? В газете была, литературная газета, написанная миссионер 21 века. А он может быть миссионером, даже дня ни одного не был. Но так назвали, и я оттуда взял. И у нас хорошее отношение. Дальше. Учусь и этому, смотря ваши ролики, постигая редкую науку о живом общении с людьми. И кто это пишет? Преподаватель государственного университета, государственной академии. Ведет занятия с несколькими группами при епархии, Красноярской метрополии, там, или епархия. И он учится здесь. Этот человек будет духовно расти и расти. Это вот отец Геннадий такой, фаст. Дальше. Видеоролик. Куда лучше определить детей, чтобы им спасти души свои? 29 декабря. А вот это дальше. Благодарю Христа. А благодарю Христа. Молитвенно обнимаю вас. Передаю поклон вашим келейным братьям. Храни вас Бог. Это вы келейные. В одной келье живете. Вот. Видеоролик. Куда лучше определить детей, чтобы им спасти души свои? Ну вот. Это есть такой видеоролик. Там на него нападают. На этот ролик. И нападают люди. И теперь женщина пришла. Она и говорит, у нее дети в семинарии учатся двое. А я посмотрел ваши ролики. Я их из семинария забираю обоих. А один в армию идет. А другой кто-то что-то написал. Бегите от такой матери. Я бы не стал говорить даже об этом. Но вот пишет комментарии. Сейчас назад. Это ночью было. Так. Михаил Кальмаев. Первый Степаненко. Кавычки открыто. И да. Дорогой Игнатий Тихонович. Подобное притягивается к подобному. Это он говорит. Он ссылается на него. Это великолицемерная женщина может потянуться только к великолицемерному человеку. Тоталитарная женщина к тоталитарному старцу. Это он ко мне обращает. Для чего я... А зачем это читаете? Ну то что сказали я и беру. Это комментарии. Не я к нему обращаюсь. А лично вы читали? Конечно это ко мне. Я видел это ему выставлено. Но ему ни слова не скажу. Почему? Был момент когда его гнали. Он был гонимый. И в моей памяти он остался тот. А не сегодняшний. Не сегодняшний. Потому что эти слова может меня испытывает. И ни разу вы ему не ответили так хлестко как отвечаете. Ни разу. Ни разу. Табу. Вот и все. Игумену Сахару это говорю. Патриарху говорю. Патриарху. Алфееву, митрополиту Илариону говорю. А этому не говорю. А как вы знаете? Не знаю. Я внутренне имею установку. Ему нельзя этого говорить. Я только молюсь о нем. И благодарю Бога, что у нас такие отношения сохраняются хорошие. Так. Как вы в каком-то возрасте не увидели в ней ни заботу о православном воспитании детей. А страх того, что сыновья перестали ее слушаться. Жить по ее, в кавычках, православной тоталитарной указке. Я ничего в этой женщине не видел, кроме истинного желания спасти детей. Остался только самопиар. Видишь как? То есть все слова безбожные, гнусные слова. Но для него я ничего не сказал бы. Я толкую это. Максим, прочитай название этого ролика. Оно, это название, говорит лучше всего, что увидел Игнат Тихонович Лапкин. Да и я. А что вот как называется ролик? Куда лучше определить детей, чтобы им спасти души свои? Он говорит. То есть я не этого человека, даже фамилию не... Чтобы он не подумал, что я против его имею. А именно комментирую Кальмаева. И Кальмаев Михаил Михайлович пишет. Наткнулся на статейку Степаненко про этот ролик. И опять обвинение в лицемерии, диктаторстве. Это его тупость или духовная слепота? Или же это специально выбранный стиль общения? Оригинальнейшение. То есть вот даже Михаил и то понимает, здесь три варианта. Или меня испытывает, или на самом деле так видит. Или тупость такая патриархийная, манкуртская натура. Я ничего не могу сказать. Или боится, чтобы его где-то не задвинули. Я его не исследую. Я говорю сейчас с Кальмаевым. Для меня вот этот человек табу. Я его никак нигде не трогаю. Но я ежедневно молюсь о нем. Помилуй его, Господи. Доведи до Царства Небесного. Дальше. С одной стороны обличаем, мол, по-братски. А с другой навешивают тяжкие ярлыки. Тяжелые. Тяжелые ярлыки, абсолютно голословные. От своего ума. Это принято так. Говорит, я таз педану в устах их. Устами своими льстят, а в душе, говорит, пагуба. Прямо что-то. Это бывают такие. Соломон об этом говорит. Тут не братское обличение, а предвзятое отношение явно прослеживается. Видно, что Степаненко, и близко не имея духовного опыта этой женщины, все своим умом старается взять. А этой женщине Бог открыл правду об ИТЛ. ИТЛ, что такое? Игнат Тихонович Лапкин. Ее желание, чтобы сыновьям открылось то же, что и ей. И слезы искренние у нее. И я ее понимаю очень хорошо, потому что пережил, что и она. Полный переворот не только от своего ума, но больше по действию Духа Святого. Это значит, она первый раз пришла, говорила, а они как-то могут объяснить это? Дудина разная скорость. Никак, зазомбировал. Это лжепроповедник, лжемиссионер. У него крутится одна и та же пластинка. Он за это время двинулся? Нет, они вокруг моей колокольни ходят и мощатся, бегают и лают. У меня к ним никаких претензий нет. Их ролики я даже и не смотрю, я и не знаю, есть ли они у них или нет. И далее. Чужой опыт не прилепишь, это надо пережить. Да. Максим не пережил, поэтому для него это чуждо. Не было духовного рождения. Понятно. Ну, вчера там о Стерлигову говорили. Стерлигов Герман Львович. Вот, посмотрите, это на нашем форуме. Вот такое есть. Дальше. Переселение о нем говорит. О Германе Стерлигове. О нем что сказать? Я кратко отвечаю. Если кратко, то одним словом. Стерлигову характеристика разрушитель. Разрушитель. И вот теперь посмотрели фильм, посмотрите, считай как. Фильм по соображениям совести называется. И вот это его интернетное. Дальше. О том, что не нужно оружие брать, а нужно спасать, а не убивать. Искать не в Ютубе, а в Гугле. Ну, я показал, где. Теперь посмотрим наши ресурсы. Кинопоезд.рули. Гиддлайн. Да. Вот наши ресурсы. Даже можно здесь еще обновить и показать. Я выстоял утром шесть роликов. Занятия на все еще выставляются. Вот это мой мир. Такая страница. Я в шапке. В другом месте есть с голубем. Там не притрагиваются. Просто копии, дубль делает администрация. На всякий случай. А здесь вот так. И дальше. Ого. Это новое. Форум. Вот он где. Большой форум. Вот я не знаю, как вчера было. Сколько посещаем. Даже не видел еще. Сейчас открываю сразу. Зеленый откнул. И посмотрим. Сколько было. О, восемьсот семьдесят шесть. Почти в три раза больше за один день. Почему? Не знаю. Да и сегодня уже девяносто два. Больше на пятьдесят шесть. Откуда? Почему? Я не знаю. Один раз. В двадцать раз больше. Когда Дворкин против выступил. И сразу народ повалил. Но они все пришли, посмотрели и отошли. Это не наши клиенты. Ежедневно у нас. Ежедневно. Это триста двадцать в среднем. Дальше. Форум. Наш. Не форум. Это видеоканал. Вот я даже могу сейчас обновить его. И посмотреть. Сколько посещаемость. Вот. Про собачек вчера поставил. Кормил. Сто. События дня. Сто семь. Ну и вот мы беседовали здесь. А горизонт. Самое простое и наглядное доказательство. Что земля. Есть земной шар. Сто. Сколько? Пятьдесят один. Сколько время прошло? Пять часов. Пять часов назад. То есть это мощь я выставлял. Пять часов назад. Для нас это нормальное считается. И далее. Во свете Библии. Православный библейский сайт. Вот здесь самая ценная. Четыре тысячи сто двадцать четыре ответа по темам. Мы сейчас смотрим царь в эту тему. Царь папка. И выписываем сюда. Вот сейчас мы Ctrl-A. Выделил Ctrl-S. Скопировал. Теперь это можно пока закрыть. Открываем вордовскую страницу. Ctrl-V. Ctrl-A заактивировали. И переводим в размер шрифта до двадцати. Ну и все. Давай, Никита. Вопрос. Три тысяча девятьсот семьдесят два. Двадцать восьмой том открытым оком. Почему же все-таки патриархия не клюнула на признание мощей царских? Вот удивительное дело. Патриархия это мертвая организация. Полностью кажется. Не так. Я нашел уже три момента, где патриархия показывает, что она живая. А она сама это не знает где. Не признали царские мощи. Это один из очень сильных моментов, где видно, что благодать над ними. Я их признаю благодатными. Это все безбожники построили. Рябов там нашел. Где-то голову отрубили старю Николаю и Алексею. И привезли заспиртованное... Там Калантай пишет, как они смотрели. Там Ленин все были. Увезли в Кремль и дальше в Америку поехали головы. А остальное все рубили, дробили, кислотой заливали. Ничего нету. И всякие обманы, машина вроде застряла. Ничего этого не было. Захоронить, чтобы нигде не нашли. Юровский об этом. Белобородов там все эти, так их называют. А еще не правильно. И ННН, и Крашенинникова тоже правильно определили. Вот Крашенинникова там, вот это, это тоже. Никак канонизирует там, кого не знаешь, там Матрону. Это все наговорено. И мать там все силы бьется, чтобы мать сына проталкивала в канонизацию. Такого в истории православия просто не было никогда. Это впервые. Бешенство. Притянуть через них, обнаружить всех лжецов. Лжецы сразу туда полезли, едут. Камушки там берут с могилы. А там ничего нету. И патриархия категорически против. Почему? Потому что благодать открывает им глаза. А лживый демон, он обязательно туда прицепится и будет там держаться. Вчера даже пишут, этот лох, лохов ищет. Стерликов обязательно. Хорошо все у него. Он никому рубля не даст. Дальше. Ответ. Чьи-то молитвы достигли, видимо, до престола Божия. Для меня это уже тоже удивительно. Ведь они так любят с мертвецами возиться. А тут из-за шторки выглядывали до дрожи в руках. Видимо, так хотелось бы поучаствовать, как при вторичном обретении Моищея Серафима Саровского. Да не сподобил Бог. Вот, понимаете, я это отвечаю студентам. Ну, поэтому я ничего не сказал. Здесь нет ни канона не нарушены. Ничего не нарушено. Ни символ веры. Но трясутся от злобы. Почему меня не отлучает патриарх? Во-первых, он надо мной никакой власти не имеет. Мы не в московской патриархии. Бог так сделал. Да и не за что. Так, кавычки открыты. Вопрос о неведомых останках, похороненных 7 лет назад в Санкт-Петербурге, в императорской усыпальнице, до сих пор обсуждается. В последнее время появляются все новые данные генетических экспертиз. Американских, японских, английских, которые опровергают миф о найденных под Екатеринбургом в святых мощах царской семьи. Еще ничего не было, никаких исследований на ДНК. А патриархия отказалась. Ну все доказано. Нашли, черепа, измерили. Свои ДНК нет. И теперь начинают доказывать. Да, действительно так. Никакого отношения эти кости не имеют к царю. Убедительные доводы против приведены и в исследованиях Мурзина. Его статьи «Подлинная история цареубийства» остается нетронутой. И правда о действительных обстоятельствах. Вышли в газетах «Крестьянские ведомости» и «Русский вестник». Автор, как и прежде, предостерегает против опрометчивых выводов. Семь лет назад его открытое письмо святейшему патриарху Алексею II, призывавшее не участвовать в захоронении царя в кавычках, было одиноким в хоре светских СМИ. Ну никто, никто не так не понимал. Один там Галилей говорил, земля все же вертится. А теперь всем доказано и все это видно. Дальше. Ныне ситуация повторяется. Отовсюду раздаются голоса о лжемощах. Предлагают самое экзотическое их происхождение. Мурзин же опять за свое. Будем осторожны. Мы еще не представляем всей злокозненности чекистов-мистификаторов. К спорным останкам могли быть подложены фрагменты настоящих телромановых. И приводит доказательства. Встреча с Александром Павловичем Мурзиным была интересна для меня еще и тем, что много лет он работал кремлевским речепистцем. Написал Леониду Ильичу Брежневу книгу «Целина». Он живой свидетель развала великого государства СССР. К тому же земляк, свою журналистскую карьеру Александр Павлович начинал в 50-х годах с Икт-Эквария. Последнее обстоятельство оказалось кстати. Не охочий, до случайных знакомств, бывший газетчик-правдист, а ныне пенсионер союзного значения, согласился принять у себя коллегу из Сыкт-Эквара. Хожу под арку. Множество подъездов. Сколько же раз каждому из них подъезжали воронки, увозя обитателей дома на смерть. Дверь открыл сухонький старик с твердым колючим взглядом. Александр Павлович, вот эта история с перезахоронением царских останков. Ваше письмо Святейшему Патриарху, о чем рассказал перед смертью цареубийца Петр Ермаков. Насколько я знаю, среди прочего повлияла она позицию церкви. Она не признала Екатеринбургскую находку мощами царственных мучеников. По нему видно, что вы не просто ухватились за горячую тему, а занимались ей много лет. Ну дальше, как это было, как разговаривали, я просто протяну. А вы кому надо это, тормозите. Где разговоры какие были, все абсолютно здесь есть. Просчитайте опять, передвидеть. И оленей не говорится. Белогвардейцы, как исследовали. Езерку свердло, вот что было. Это очень интересно, просто времени нету. Материал очень большой. Это я все студентам давал знать. Газета официальная, ничего тут не было. Тем более, в те годы свобода была куда больше, чем сегодня. Николай Второй умница, потрясающий. Я считаю, что это был самый крупный император России. Видите, о чем говорит. У меня другое мнение. Худшего царя не было в истории России. Но как верующий, самый лучший. А как правитель, никакой. А почему? Да какой правитель? Там понимает, вот Саня ссылает, Сталин бегает 10 раз туда-сюда и опять сажает. Да Петр Первый сразу бы на кол посадил, и Иван Грозный. И все. И ничего бы не было. Ну, так делают все правители мира. И Сталин это делал. Ну и, как всегда, материал, когда я заканчиваю, даю эпиграф к этой статье. Давай, считай. Исход 8.18. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте. То есть многое безбожники могут сделать, доказать. А тут и уперлости все. Первое, что не признали мощи. Второе, закрашение никого, там, Славика не канонизирует. На это я смотрю. И из семинарии кое-кого исключают. К нам приезжал один человек. Его из семинарии исключили чуть ли не дважды, что-то я не понимаю как. А увидели, что никакой. И когда он приехал, я ему показал. А одно то, что тебя исключили из семинарии, вычислили тебя вовремя, говорит о благодатности тех людей, которые там есть. Вы знаете, о ком я говорю? Еремея 4.25. Смотрю, и вот нет человека, и все птицы небесные разлетелись. Вот что к этому. А почему именно это эпиграфом взял сюда, ты узнаешь. Дальше. Вехопадение созданной четы. Переиначило жизнь. Саваном одел. Саваном, может саваном одел. Саваном. Нет, саваном, да. Саваном одела. Теперь забытое потеряно почти. Что шло направо, скрючило налево. Ну, прочитай заново. Где ошибка, заново купят считать. Грехопадение созданной четы. Переиначило жизнь. Саваном одела. Теперь забытое потеряно почти. Что шло направо, скрючило налево. Грех стрелки перевел на рельсах божьих. И в тупик, и в бездну завернуло шанс. Прошли тысячелетия, и что же? Все агрессивнее тварь окружает нас. В воде и воздухе особо на земле переиначилось. Творение на назначение. Все против нас ожесточилось злей. Стараясь отомстить заразному хоть чем-то. Акулы, осьминоги, киты и на земле в клубок свелись. Клыки, рога и тысячи копыт. И бешенство красивых внешний лис. Что ни возьми, и все нас атакует. Царапает, кусает, тычет сжалом. То белая гигантская акула. То уязвляемый микробом самым малым. Все грех, все он, родоначальник, дьявол, смутил, прельстил прабабку бывшей голой. Не верить Богу хитростью заставил. Адаму грех жены достался колом. Кругом летает, скачет, мельтешит. Все созданное лишь для прославления. Теперь я сжмусь, извязлен и пляшив. До самого последнего истления. Грех обесчадил Бога от меня. Мое сыновство сжалось у корыта. Как мы додумались, что Бога променять. Стать бесноватыми из крутизны, как свиньи. Приняв спасителем воскресшего Христа, Сверхчайние был прощен и принят. Бег на ресталище от Иисуса кросс. Из благодати не роса, а ливни. Пятое и седьмое рост. Ты считаешь, понимаешь смысл? Да, местами. Сколько здесь заложено, это стихотворение. Так, ну и давай говори, о чем здесь речь? Ну, почему не канализировали МП в останки царские? Так, ну давай, царь. Мощи. Два слова. Все. Следующее. Опять. Уходим. Как только час будет с лишним, тогда покажете данные. У меня тут некогда смотреть даже. Контр-ЛС. Ну, как всегда. Контр-ЛС. Видите, как-то трудно считать. А когда делаю больше, тогда легко считается. Вопрос 3992-й, 29-й том, открытым оком. Если бы случилось вам жить в иную эпоху и встретиться где-то с Распутиным, когда против него уже началась такая травля, то что бы ему сказали, посоветовали? Вот сильные вопросы, я все удивляюсь теперь, когда смотрю. Представь себе. То есть можно было изменить обстановку, другая была, участь была империей. Конкретно. Дальше. Ответ. Чтобы исследовал больше Слова Божия, занимался своими коровками и лошадями и жил себе тихо и мирно. Просто и понятно. Кавычки открыты. Важно также отметить, что примерно за год до конечения святого Иоанна Кронштадтского названные высшие митрополиты, а также епископ Гермоген Долганов, епископ Феофан Быстров, епископ Сергий Финляндский, будущий патриарх, на которого ссылаются церковные либералы, считали Григория Распутина человеком Божиим, опытным странником и даже святым. Смотрите, например, митрополит Вениамин Фетченков на рубеже двух эпох. Москва, 1994 год. Отражение от старца началось сначала с распространения совершенно бездоказательных слухов о том, что он хлыст. Через два года началась... Это такая секта была, хлысты. Через два года началась новая волна клеветы, распространители которой обвиняли его не только в хлыстовстве, но уже и в разврате и пьянстве. Очень характерно, что в воспоминаниях духовных лиц не приводилось никаких конкретных фактов, по которым можно было доказать аморальный характер Григория Ефимовича Распутина. Чаще всего сообщения о Распутине в записках духовных лиц ограничивались общими рассуждениями о высших и низших силах в человеке или пересказом общеизвестных клеветнических слухов, не подтвержденных никакими конкретными свидетельствами. Почему мне это близко? Потому что я испытываю это. И когда по телевидению показан был фильм о нас, то один какой-то порторг или кто-то позвонил, а вы случайно не родственник Распутина. Не представив никаких серьезных доказательств порочности Григория Ефимовича Распутина, составители доклада сделали главный акцент на исследовании его хлыстовских взглядов. Игнорируя заключения Тобольской духовной консистории и экспертизы взглядов Распутина, проведенные по поручению временного правительства профессора Московской духовной академии Громогласовым, отвергнувших обвинение Григория Ефимовича Распутина в хлыстовстве, современные церковные либералы обвинили старца в приверженности духовным настроениям и религиозным установкам, распространенным среди народного сектанства мистическо-харизматического толка. Ну понятно. Теперь это много, тоже просчитайте сами. Я буду показывать здесь, останавливать, вы себя останавливаете и просчитаете. То есть все проверено и ничего не было. То двойник какой-то там где-то пьян стал, подставляли его, то еще что-то, ничего не было. Там Вырубова или какого-то допрашивали. А она его любовница, а когда во временном правительстве назначили экспертизу, она девственница, но вообще ничего нет. Вот так. Считайте, смотрите. Тормозите на этом месте и просчитайте. Материал очень здесь интересный, очень богатый. Ну, просто времени нету, это иначе ролик целый получится с одного этого Распутина. Как одевался, как ездил, как питался, как ходил. Ну и дальше, как всегда, я даю эпиграф к тому, что написано о нем. Сирахов 39.25. Как может сделаться мудрым тот... Говори. Говори. ...кто правит плугом и хвалится бичом, гоняет валов и занят работами их, и которого разговор только о молодых валах. 1 Маковейская 10.61. И собрались против него мужи зловредные из среды Израиля, мужи беззаконные, чтобы оклеветать его, но царь не внял им. Похоже на это. Перед царем клеветали, но место интересное. 10.1 Маковейская. Ну, укажет там какая-то профессия. Да он и знать не знает про это место может быть. А предыдущий стих к чему относится? А да-да-да, догадайся потом. Дальше. 2 Маковейская 10.13. Поэтому он был оклеветан любимцами. И дали стихотворение. Открытые, как Эврика, внезапны. Под полок тайны заглянуть непросто. Иначе эту тайну мог невеждо сцапать. И сыпануть открытие, как просо. За каждым, как покажется, ничтожным изобретением, наитием, новинкой, стоят труды, заботы и подножки. Но кто-то первый снимет пенку в кринке. Кузнец был первый с наковалин дружен. Стрелу и нож оттащивал, и плуг. Так добрались до пушек и до ружей. До атома, что страшно молвить вслух. Кто первый гнул деревья в колесо. И ось додумался воткнуть как раз в середку. С довольством потно и утер затем лицо. И в тракт расширил пешехода тропку. Вот первый музыкальный инструмент. Звук необычный, голому в подмогу. Потом в хорах, при храме им греметь. Прорыв за полок шире год от году. Стремились мысль свою отпечатлеть. На глиняных табличках и на скалах. От уязвимости кольчугу и жилет. И время книг и дисков вдруг настало. О, если бы все Богу посвятили. Не забывая сути, ненадежность. Тогда бы разум на высоте светильник. Не мыслили в угоду зла корежить. Мне стало ясно. Семя Слова Божье и благовестники посланца Иисуса. В Христа уверовать, что может быть дороже. Ввести открытие в евангельское русло. Я приоткрыл монашескую ширму. Там самоправедность воюет с чистой верой. И в книгах это осветил обширно. Благодарю Создателя за все безмерно. Сколько здесь всего есть. Поэтому я и своими не признаю эти стихи. Они называют проповедь в стихах. Ну и сейчас мы определим, что написать. Что сказали бы Распутину? Ну это большое. Ты пиши. Царь, что сказать Распутину? Снова идем дальше. О, мы два сделали. Вот этот третий вчера я вскрыл. А мы его не рассмотрели. Надо посмотреть. Мы вчера вскрыли, а там уже время кончилось наше. Хорошо, что я вспомнил. Иначе бы оно пропало. Вопрос этот. О царе, представь о царе, сколько вопросов задавали мне. Дальше. Вопрос 3971, 28 том открытым оком. Есть ли какие доказательства того, что найденные останки царских старостотерпцев именно им и принадлежат? Это в другом томе, маленько по-другому. Ну вот так. Дальше. Ответ. Никаких. Да и искать их не нужно. Во второе пришествие Христова все восстанут. И ни одна волосинка не пропадет. Кавычки открыты. Зверское убийство Екатеринбурге в июле 1918 года императора Николая II, его жены и детей, на протяжении долгого времени было препятствием для установления нормальных взаимоотношений и руководства Советского Союза с большинством коронованных особ Запада Европы. В частности, сознавая, насколько важную роль государственной системе Великобритании играет институт монархии, Кремль неоднократно заявлял о желательности регулярных контактов на самом высоком уровне с Букингемским дворцом. Однако, за исключением единичных аудиенций, в 1956 году, по случаю приезда в Англию Хрущева и Булганина, а в 1967 Косыгина, инициативы советских лидеров неотклика не получали. Министерство иностранных дел Британии ежегодно 17 июля рассылало всем главам дипломатических представительств в Лондоне официальные ноты в траурном обрамлении в память о расстреле в Ипатьевском доме. А королева Елизавета II, чей дед Георг V весной 1917 года под давлением общественного мнения, в кавычках, отказал своему двоюродному брату Николаю II в политическом убежище в Англии, заявляла, что не примет приглашение посетить СССР до тех пор, пока останки казненных без суда и следствия родственников не будут по-христиански преданы земле. Кавычки открыты. Мир никогда не узнает, что мы сделали с ними. Самонадеянно торжествовал один из палачей царской семьи Войков. Тем не менее, в результате тщательно проведенного подознания колчаковский следователь Соколов установил, что тела венценосных узников были сожжены, а отчлененные головы помещены в железные бочки со спиртом, упакованы в деревянные ящики и отвезены Голощокиным и Юровским в Москву. На первый взгляд, по своей чудовищности, жестокости и дикости все это кажется неправдоподобным. Вместе с тем известно, что в годы Гражданской войны подобный вид отчетности перед центром практиковался довольно широко. К примеру, в запасниках кунсткамеры Петербурга до сих пор хранятся заспиртованные головы басмачей, оказывавших сопротивление установлению советской власти в Средней Азии. Традиция подобного рода вещдоков восходит к библейским повествованиям о потрубленной голове великана Голиафа, доставленной победившим его Давидом, израильскому царю Саулу, об отсеченном мечом голове ассирийского полководца Алаферна, принесенного Удидифью, в корзине с провизией старейшинам иудейского города Ветулуи, о голове Иоанна Крестителя, подаренной Иеродиаде, пачелице израильского царя Ирода. В начале 1996 года в связи с затейной администрацией Ельцина реконструкции Кремля и переносом кабинета Ленина в горки, в средствах массовой информации появилось сообщение об обнаруженной посмертной описи содержимого кабинета вождя, в которой значится, в кавычке открыто, банка, за спиртованной головой Николая II. Кстати, почти одновременно заговорили и о другой громкой находке. Спецхранница КПСС в течение полувека пролежал, не привлекая к себе внимания, череп Гитлера. Тем самым нашел подтверждение, приведенной в мегантской прессе одним из советских невозвращенцев, рассказ Куйбышева о том, как после смерти Ленина комиссии, в которые входили помимо Куйбышева Дзержинский и Сталин, был скрыт ленинский сейф, и в нем найден стеклянный сосуд с головой Николая II. После недолгого замешательства было решено с помощью арестантов из УГПУ замуровать находку в кремлевской стене, а затем ликвидировать исполнителей как свидетелей. Но сенсация, едва просочившись на странице газет и экрана телевизоров, своего развития не получила. Это и понятно. В то время уже вовсю набирал обороты маховик компании по захоронению так называемых екатеринбургских останков, долженствующих запутать следы преступления, а также придать событиям почти 80-летней давности хоть какой-то оттенок цивилизованности. Одной из ключевых фигур, самовопиющей, оголтелой и безбожной мистификацией XX века, оказался сценарист, создатель многосерийных фильмов, героизирующих чекистов, полковник милиции Гелий Рябов. Будущие в Брежневские времена референта министра внутренних дел Щелокова. Щелокова, ну не дали ее. Щелокова, он по заданию последнего начинает в 1979 году. Некой манипуляции с костями на Коптяковской дороге близ Свердловска. Однако вскоре погибает Щелоков, затем уходит в мир иной Брежнев. И запущенный было в производство сценарий с обретением лжемощей оказывается невостребованным. Ну и дальше, о чем говорится, можете прочитать. Я буду задерживать. То есть это данные, это уже взято из литературы и все. И все это документировано. Но перед тем, как у Ленина оказалось, говорит, эту голову возили в Америку. И мне показывали здание, где он должен был там быть. Чтобы те убедились, кто финансировал эту Октябрьскую революцию. Соросы все эти. И потом голова опять возвратилась на свое место. Ну, голову Саула также отрубили. Николай Второй. Вот особенно я говорю о покаянии. Почему он не принес? Тут и родственники что говорили. Теперь, а то где взято? Русский вестник. Какого числа? 28 июля 1998 года. Номер 27-28, страница 360 по 370. То есть это я беру материал, что в кавычках было. Вот они, кавычки, вот они, они закрытые. Теперь я беру эпиграф ко всему этому. Лука 11, 47-48. Горе вам, что вы строите гробницы пророкам, которых избили отцы ваши. Сим вы свидетельствуете о делах отцов ваших и соглашаетесь с ними, ибо они избили пророков, а вы строите им гробницы. Даже непонятно, как это. Ну, это объяснение есть. Далее. Выдавать себя не за того, кто есть. Оборотнем стать небескорыстно. От обманутого выпрет позже месть, и расплата будет рядом рыскать. Оборотни в милицейской шкуре, Судьи, прокуроры и врачи Столько голосов собрали в урны. Их от вирусов писанием пролечить. Жизнь двойная, артистизм безбожный. Проведут шутя незрячего папашу. В обещаниях пчелка, а на деле вошка. Мод бездельник языком напашет. Голосом елейным явно есть Иаков. Но еще по руки все его дела. Вылезет Исаф. Такая жидобяка. Не спасет, а скиснет в бездну зла. Оборотни страшны повсеместно. Но страшнее всего они по храмам. А посте глаголят, но едва не треснут. Святость проповедуя, не вылезут из срама. С веневом осуждают чье-то сребролюбье. Под анафему Иуду хором предают. Но с мирской властью ненасытно блудят. И плодят по алтарям искуснейших Иуд. Стукачи, предатели, чекисты. С кличкой адамантов и дроздовых. Кошелек подрезу и бугрица. Оборотнем жить весьма удобно. Расползлось неверье трупным ядом. Стая лютых серых весь сенот. По церковному те оборотни. Раскачало ветром пустозвонство сноб. Дух, душа и тело сохранятся. Только по-евангельски в Иисусе. А таких напоминают святцы. Оборотни в небо не пропустят. Так, о чем речь идет? Ну опять-то об останках. Так, напиши. Царь. Останки недействительны. Как сейчас будет. Пока уж я еще минут 5 посчитаю. Так. Снова. Смотрим. Вот теперь сюда выходим. Ctrl-L, 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 скопирует. Открыть страницу борда. Ctrl-L, 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 заактивирует. Теперь висей шрифт в размер 20-й. Очень удобной за съемки будет. И к делу приступаем. Вопрос 4015. 29-й том открытым оком. Вышла книга об Иане Грозном. Что он жил свято и постоянно молился. Можно ли этому верить? Ответ. От пустоты пишут и переписывают историю. И совсем уже безумное занятие канонизировать какого-то. Кого-то. Кого-то. Ко-ко-ко-ко-ко-го-то. Эту книгу подробно разбирают в интернете. Кавычки открыты. Последнее время в ряде патриотических СМИ проводится активная кампания за канонизацию царя Иоанна Грозного и небезызвестного старца, в кавычках, Григория Распутина. Так, в начале октября 2002 года в Москве прошла конференция, посвященная канонизации двух указанных выше кандидатов в святые. Это не мои слова, это не мои слова, это я копирую. В связи с этим предлагаем читателям ознакомиться с материалом, посвященным Иоанну Грозному. Разговоры о святости, которого стали появляться после публикации книги «Апологета современного неострегианства» митрополита Иоанна Снычева. В 1994 году была впервые опубликована книга «Самодержавие духа» с подзаколовком «Очерки русского самосознания». Подписана она была именем митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна Снычева. В предисловии сказано, нам особенно важно заново осмыслить пройденный путь, научиться отличать добро от зла, истину от лжи. Настоящую духовность от лукавой подделки. Далее в ряде очерков идет изложение истории Руси с момента крещения и до наших дней. При этом, как написано в аннотации, изложен именно православный взгляд на события. Впервые за послереволюционное время совершенно по-новому объясняются белые пятна цепи недавно минувших дней, что дает надежду понять и осмыслить не только настоящее, но и будущее России. Ключевым моментом в истории русского самосознания в книге представляется эпоха царствования Иоанна Грозного. Об этом сказано в самом начале книги. Кавычки открыты. «Русский народ в течение шести веков, с момента крещения в X веке по XVI век, вдумчиво и сосредоточенно размышлял о месте Святой Руси в мироздании». Ну, то есть книга, я теперь вижу, это долго будет. Опять так же буду показывать. А вы, смотрите, тормозните, просчитайте. Дойдете столько, опять страницу за страницей. Посмотрите. Я не тороплю, но просто огромные материалы, мы его не успеваем не просчитать, ничего. Но есть люди, которые скажут, а мне это и не надо. Не надо, отмахни, да и все. А кто знает, то это серьезные материалы с разных книг. Книг этих можете не найти. А тут именно книги, вот церковное событие, как они происходили, память какого, Колычева, это митрополит Филипп, которого задушили. Церковь вспоминает перенесение святых мощей Филиппа. Видите, это уже откуда идет. Это мог даже я добавить, потому что знаю. До 500 игумена, первомонахов, перводиакронов и царцев были всенародно поставлены на правеж. По появлению царя забиты палецами до смерти. Посчитай, сколько? 500 игуменов, иеромонахов, иеродиаконов, истарцев. Ничего себе. Очень много. Это и изверг был. Зверь кровожадный. Посмотри, как, утомившись казнями, собираясь сков, грозный царь пришел к затворнику принять благословение и звать его с собой. Насытился ты кровью, зверь кровожадный, сказал ему праведник. Кто может благословить тебя, кто может молить Бога, мучить или обритом кровью христианскую? Много душ неповинных послал ты в Царство Небесное, а сам не узришь его. Всю ночь праведник молился, а утром увидели его умершим. Но рассказал, все, кончилось. С Куратов пришел. Это не Петру Мамонова играть роли. Посмотрите, сколько материалов. И материалы исторические. А кто их будет? Ну, главные лжецы. Тут, например, Германс Львович Стерников. Это начнет опровергать, может, личность Ивана Грозного. Так рассматривается. Его деятельность. Что он сделал? Здесь не просто ответ, а глубочайшие исследования. Ссылаются академики какие-то, революционные. Вот. Я просто продергиваю страницу. На тормознойте, прочитать можно. Можно прочитать. Вот смотрите, сколько идет. Какие материалы. Что-то я просто давал людям, что-то у меня брали. Что интересно, я много приносил литературы на занятия в университет. И я получал посылку за посылкой из-за рубежа, из Жорданбильского монастыря, из Австралии. Там Шереметьево, кажется, присылала какая-то. Но говорили, они не вернут. Большинство брошюр не вернули. Книги большие вернули. Может быть, несколько. Но и опять же, это дело Божье. Вот посчитай, сколько. Если кому-то надо будет, прочитайте. Много документов здесь. Какие деятели писали Костомаров, Клющевский. Как он вел себя. Ну, это все написано. Карамзин. Вот. Хорошо. Ну, и теперь, как всегда, заканчивается... Кто это писал? Георгий... Коробьин. 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 И на мое это слово, Георгий Коробьин. А теперь эпиграф, который я поставил к этой статье. Деяние... Мое, давай. 12.22. Деяние. А народ восклицал ему. Это голос Бога, а не человека. Деяние 14.11. Народ же, увидев, что сделал Павел, возвысил свой голос, говоря поликаунски, Боги в образе человеческом сошли к нам. Солома 11.3. Ложь говорит каждый своему ближнему. Устальстиевы, говорят от сердца притворного. Откровение 13.4. И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним? Далее. Путь гробницы, где Иисус лежал, путь скорби и печали неизбывной. Друзьям распятого его смертельно жаль. Их друг был жив. Давно ли это было? Паломники понура, экскурсанты, тысячелетия бредут по крестному пути. Россию потянули лысый и усатый 70-летие на кладбище кутить. Страстной неделе тысячи повторов опять брести за Симоном с крестом. Три дня неполных это так нескоро, затишье сейчас такой же непростой. Бежит Мария, всех предвосхищая, путь благовестия не шла неторопливо и не боялась кладбища ночами, к апостолам свой путь не искривила. Прошедший путь голгофе удручен, поплакать можем, сопереживая, и далее, как будто каждый ни при чем, сидят и ждут благого урожая. Но путь Марии с радостной вестью забыт, о нем не слышно торжества. Ни дня, ни часа не сидеть на месте, Евангелие будет на расхват. Путь Магдалины к кувшинам из глины, готовым влагу чудную вместить. Там, где живешь, не в Иерусалиме, да только бы душой не остыть. Путь от гробницы переполнен светом, но спринтеров на нем пока не видно. Весть оживит истлевшие скелеты, устроиться бы на той дороге гидом. Сказать о слепшем от потери горя, что Иисус над всюду предваряет. Попы, епископы, тотчас, крича заспорят, и скроются за столстыми дверями. Я говорю, когда вы сами считаете, кому больше всего ваши стихи подходили бы сравнить. Я всегда говорю, о ком? Вы там о Бальмонте говорите. А? О Бальмонте когда? Да. Константин Дмитриевич. Бальмонт. Вот у него стихи что-то подобное, а с такой легкостью шли. Я повторяю, 3467 стихотворений и практически ни одной помарки нет. Как это может быть? Не знаю. Я их и святая, не считаю своими. И за стихи не считаю, а просто имел желание высказаться. Что? Царь. Иван Грозный. Сейчас еще один вопрос. Все. Так, это нам надо с 16 на 20 шрифт поднять. Все, однако. Это быстрее закончено. Вопрос 4064-й, 30-й том, открытый МОКом. К вам приезжал историк и публицист Назаров. Михаил. Поддерживайте ли с ним связь и как он понимает суть происходящих ныне в мире процессов? Ответ. Никакой связи с Михаилом Викторовичем у меня нет. Думаю, что он сразу же не воспринял все же он монархист. Конечно, заметны изменения в его суждениях и есть даже вполне похожие на трезвые. Но так как он мыслит о прошлом, что была и некая империя под липовым названием Святая Русь, то как образец этот муляж будет туманить его рассуждения и на горизонте все время будет миражом стоять что-то, чего нет, на чем ностальгируют современные горе-патриоты. Из интервью с ним кавычки открыто. В 1917 году удерживающая русская государственная государственность пала и казалось мог наступить конец истории, так как нет удерживающего ваше будущее. Вопрос-то говорит, удерживающий Дух Святой, а они к царю это понимали. Совершенно неверующие люди. Но этого не случилось. Как мы видим и на других исторических примерах, Господь попускает силам зла временно торжествовать для того, чтобы мы поняли причины своего падения, сделали должные выводы и постарались восстановить свою удерживающую государственность. Удерживающая государственность бред! так было в русской истории несколько раз и каждое падение было все глубже. Об этом я пишу в своей книге Тайны России. То, что происходит сейчас в России, продолжающиеся страдания нашего народа, все говорит о том, что ведущий слой народа не вынес должного урока из происшедшего в 20 веке. Поэтому российская катастрофа продолжается все в новых и новых видах. Но в таком виде она не нужна была Богу. Россия была не самой грешной страной в мире. Напротив, она была одной из самых благородных и в 19 веке, и в начале 20 века. Зародились правые течения, славяной силы, почвенники, которые стали думать, в том ли направлении мы вообще идем. Вот так. Этот процесс развития тайны беззакония, к сожалению, не остановить. И мы, русские, не должны ставить утопических целей, что мы все это победим и станем мировой сверхдержавой. Этого не будет. Ну, теперь дальше опять же так. Я буду продергивать, а вы посчитайте дальше. Поэтому правление Путина это период великой криминальной стабилизации. Так, продолжаем дальше. Я кое-что выделял здесь. Что здесь? Поддерживают власть в том виде, какая-то есть. Дальше я просто сами тормозните и просчитаете. Что поэтому я... Я не вижу оснований, чтобы закончилась американская гегемония. Дальше. Мы действительно живем предапокалиптическое время. Ну и дальше. Предапокалип... Это будет пришествие Антихриста. Он был у меня здесь, где мы находимся, сейчас мы беседовали, и я увидел, что никакого рождения духовного не имеет. Была жена, и жена командует. Увидела надпись у нас здесь что-то ну такое, идите в предь, не грешите, что ли. Прямо совершенно такая аполитичная надпись-то. И она как бы заиграла здесь. А сам такой спокойный, виден, ну что, хороший человек-то. Дальше. что граница той России, в рамках которой сможет восстановиться православная государственность, определяется в точке пересечения процессов разложения и возрождения. Вот пойми, пойми, кто на ком стоит. Так, судя по тому, что я вижу, Россия потеряет Дальний Восток, Сибирь, Северный Кавказ, видимо, по Волжье. Ну так дальше. Тут и всяк понятно, что добра не кончится. Сатана избранным народом, это об евреях они. Близкие они были с Душеновым, Константином Евреевичем. Вот его посадили, теперь об евреях не-не. Дальше. Империя. Империя восстановится не для победы во всемирном масштабе, а для последнего утверждения истины. Империя истину будет утверждать. Ну какой же, какой же он верующий. Ну и просчитать вот эти места писания, которыми, как всегда, я стараюсь завершить любое выступление и показать, чем им надо было заниматься. Иов 42.3 «Кто сей помращающий провидение, ничего не разумея?» Это один там говорил, такой илевый. А и Бог ему тогда говорит, кто этот помращающий? «Так я говорил о том, ничего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал». Это уже Иов говорит. Иеремия 23.16 «Так говорит Господь Саваоф, не слушайте слов пророков, пророчествующих вам, а не обманывают вас, рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних». Сильные, да? Дальше. «Дары различны, их определи, найди умножь, употреби достойно. Плывут века рабы и короли, как часто они достигнут цели, тонут. Талант у каждого и часто не один. И дан для пользы ближним и владельцам. Отшлифовать граня до лысин и седин, но умножение в каждый час нацелись. На самобытности народов, индивидов, играть правители беспудные желали. Духовных изменений к лучшему не видно, один другого рубит, душит, жалит. Талант сокровища умножат только там, где слышащее слово Божье принимает. Сумели от грехов совсем отстать, ни на авось небось, куда не снесет кривая. Умножить дань и сборы урожая, хранилище истратить на чужие нужды, стать добровольно, а не когда прижали. Наш путь к вершине не расширен, сужен. Друзья преискренне и зримо расплодятся, стол удлинится даже за пустой шатер. В котомке отходящим вручат яства, и дуб мамрийский рядом прорастет. Строка к строке, листок к листку и книга. Из книг составится уже библиотека. В нужду и горе ближних стоит вникнуть, того, быть может, кто вопиться стенкой. Талантливым шутя провозгласят артиста, руладом певческим, где музыкант скрипит. Кто труженик полей, тому бы поклониться, лишь сеющий воистину талант не скрыл. Талантлив каждый в частности, не с копом, хвалой накормленных он дивно окружен. Льды без участности раскаянием растопим, крик новорожденных там у бесплодных жен. Так, о чем? Ой. Так, что там? Я всегда говорю, помню, у тебя память хорошая, считай. А Назарове? Назарове. Вот так. Царь и историк Назаров. Это последнее, сейчас закончишь и не уходи, подождать надо будет. Один ролик мне нужно сбросить короткий. Вот так. А, сейчас я уберу тут вначале, в самом начале уберу. Теперь давайте. О. вот, видишь как. Мы это все сделали и сейчас сразу запишем сходу. Оторви этот ролик и маленький ролик, если я сделал, чтобы не убрать со стола. Сходи.